Я вот всю свою сознательную жизнь хожу под уголовкой, реально, и понял, что моя жизнь закончилась там прежней, началась какая-то новая. 24 февраля я позвонил военным и говорю, ну все, там сейчас на Крым идут, покрошат, не суйтесь туда, не прессовали нас. Все это закончено. Время – Z, время – Kairos. Ангелы – это киборги. Покажите, как поверженного врага. Они же открытые враги. Ну покажите им это объединився. Нужна национальная идеология. По-другому невозможно. Мы тогда проиграем все. Я вот всю свою сознательную жизнь занимаюсь, ну хожу под уголовкой, реально, под уголовной ответственностью, потому что я занимаюсь идеологией. Идеология – это такая история, которая запрещена законом у нас в России и карается законом. То есть, если ты ее начинаешь выплескивать, вы какая-то самая запрещенная певица. На всех каналах ее никогда не было ни в одной правительственной программе. Ну, потому что идеология запрещена. А человек, который выверенно занимается словом, он ищет суть. Идеология только сейчас открывается. У нас была антирусская идеология. Это реальность, потому что все наши законы, которые после того, как мы проиграли холодную войну, они четко были прописаны. Нельзя иметь свою валюту, ЦБ – это не наш. И самое важное – нельзя иметь идеологию. И вот эта вся либерастическая масса, которая нас зомбировала, что русский – это стыдно, русский – это такое все, она целенаправленно. Эта машина до сих пор работает против этой истории. Поэтому я никогда не писал «звейтесь, развейтесь». Я никогда не поддерживал антинародную власть, но при этом там, где соприкасание было с российской и с русской глубинной историей, прежде всего, духовность меня интересовала. И я этим занимаюсь целенаправленно, постоянно и читаю как и Святое Писание, так и Старцев. И также занимаюсь литературными и, как же это правильно сказать, аналитическими вещами. Я пишу для «Путин Тим», я работаю с изборским клубом, у меня задача стоит концентрация слова. Это больше, чем поэзия, потому что поэт, как правило, – это такое богоборческое состояние. Вначале было слово, и слово было Господь. А вот поэзия – это все-таки некая борьба с библейскими и с какими-то духовными вещами. И тому яркое свидетельство все, что происходит с поэтами. Я знаю, вы даже помимо театров были директором группы «Ласковый май» в том числе. Вообще, вот тут надо понять. Я познакомился с Андреем Мразиным и Криворотовым Андреем, когда это была группа «Ласковый май», и я ему предложил заняться больше, чем вот этим мелким бизнесом. Я ему сказал, давай займемся, сделаем школу, музыкальную школу детей-сирот. И вот это все клонирование с «Ласковым майом» – это моя придумка. И я абсолютно был тогда невоцеркленным человеком. Мне хотелось столько денег и денег. И вот все. Каждый третий концерт был мой. Я вот эти все эти «Ласковые май» катал и возил. Так что, каясь, была такая история. Но в основе, получается, как я бы это понял, лежала благая идея помочь детям-сиротам. А это стало фишкой? Нет, да нет. Никакой у меня не было. Я хотел только денег, как и больше. Это тот момент становления, когда я вернулся из армии, я служил в роте прикрытия, поругавшись, и доходил до дисбата, до всего с моим буйным характером. Меня отправили прямо в роту прикрытия со всеми делами, и там были чудеса. И я вернулся, уже понимая, что что-то надо делать, один проснулся в какой-то насъемной комнатке и понял, что моя жизнь закончилась та прежняя, началась какая-то новая. Никто меня не ждет, никто меня не любит, надо заниматься собой. И я посмотрел, думаю, где самое большее сейчас денег? Ну, нефтянка неинтересная, но думаю, надо делать из воздуха, потому что эмоции, артист. И нашел эту группу «Ласковый май», сделал какие-то ходы Остапа Бендера, и подчинил себе эту финансовую систему. Мне стыдно, реально стыдно. Я сейчас немножко с такой бравурной историей говорю, чтобы люди понимали, что как кидает людей, когда бездуховность засасывает. Это вот сейчас высоты времени, а если рассмотреть именно общество, тоже как определенный диагноз того времени, почему выстрелил «Ласковый май»? Ну, это же понятно совершенно. И когда рушилось государство, вот эта брошенность и такая альтернатива, слезливый альтернатив, давай поплачемся, потому что ничего не оставалось. Мы видели, как расчубайся в эту страну, мы видели, что кто сильнее, тот и того, и тапочки. И вот эти моменты, которые мы понимали, а многие подсознательно это чувствуют, что сиротливость своя, брошенность. И, конечно, это ничего невозможно сделать, вот эти белые розы на снегу, только поплакать. Праздники закончились. У них сейчас ностальгия по этим временам и по «Ласковому маю». Да это же совершенно нормально. Это ностальгия по временам, по молодости своей, по своим чувствам. Ведь мы, когда были молодые, нам все казалось, что мы все впереди, все будет хорошо. Мы не задумывались ни о душе, ни о родственниках своих, которых многих уже нет. Поэтому приходят отрезвления, приходят отрезвления, приходят расплаты. Я тоже перед всеми своими каясь. Неправильно все было. Вот такая история. 24 февраля 2014 года я позвонил военным и говорю, ну все, там сейчас на Крым идут, покрошат. Не суетесь туда ничего. Позвонил батюшка Ильинин, говорит, срочно вылетайте туда. А мне позвонили от Чалова, говорит, если Вика не приедет, Крыма не будет. Я говорю, почему? Потому что он говорит, у нас идет дождь, народ устал. Мы неделю подряд выходим, и никто не соберется. Я беру билеты, мы вылетаем с Викой туда. Прилетает самолет в 6 утра, мы ждем, идет дождь. Нас вели по радиостанциям, по телевидению. Срочно приходите, будет концерт Вики Цыгановой на площади. И мы приходим туда. Даже казаки плакали, говорят, если Россия нас в этот раз бросит, все. И мы выходим, пришли люди. Нас русские военные не пускали, с автоматами стояли. Не заходите, это может быть конфликт. Вы что, не это. Вышли на сцену. Я единственное попросил, говорю, найдите фашистский флаг. Они говорят, не нашли, нашли вот у Беркута, они вот сегодня избитые приехали, бандеровский. Я так порвал его, первое, что вышло на сцену, и сказал, фашизм не пройдет. Это был первый лозунг, который появился. Это сказал я там. Чудес очень много. Я даже получался вот с этим опальным отцом Сергием, Романов, да. Мы два раза встречали Владимира Владимировича Путина на Афоне. То есть, я оформлял ему там келью Владимира Владимировича, а отец Сергий там молился. Мы с ним поднимались на саму гору. Я сразу хочу определить свою позицию. Я полностью доверяю Владимиру Владимировичу. Понимаю, что все люди искушаемые. Я точно знаю, что этого человека поставил нам Господь, Бог. И он проходит свои горнила и свои очищения. Не надо бояться. Мы уходим из ВОЗ. Это счастье. Это счастье, потому что мы ушли от чипсации, от этой страшной истории. То, что мы всегда ходили под белым флагом, как и, будем говорить, на Олимпийских играх, так и военные под белым флагом в последнее время, прессовали нас. Все это закончено. Время Z. Время Kairos, я уже сказал. Поэтому все эти набибулины и вся эта хрень, она должна уйти. Это просто должно уйти. Потому что надо прекратить антинациональную политику. Нужна национальная идеология. По-другому невозможно. Мы тогда проиграем все. То есть я знаю все изнутри эти процессы. И поэтому я буду называть фамилии, имена, которые занимались именно пропагандой и растлением. Это же есть в общей доступе. Можно увидеть высказывания Чубайса о русском народе, Грефа о Кабале, о всем происходящем. Суркова, как все. Это вот эта вся, будем говорить, машина, она работала против русского духа. Я думаю, что сейчас это все закончится. Потому что если мы не победим, Россия не будет. Это рухнет и похоронят под обловку их же, Грефов, Сурковых, всех этих историй. Это только здесь покаяние нужно. Здесь уже я не рассматриваю эти процессы как человеческие. Это уже божий процесс, я уже сразу сказал. Там все прописано. У Серафима Саровского написано, что мы застанем казнь этих людей, кто был против в России, что прольется очень много крови. Там Господь – это очень жесткая субстанция. Вообще, мне кажется, ангелы – это киборги. Потому что они не похожи, они же не по плоти человеческой. Ангел спокойно может убивать, спокойно, не колебаясь, зачищать, выносить всякую грязь. Ему это вообще просто… Это такая субстанция Михаила Архангела. Я понимаю, что вот эти все небесные воинства, оно такое стальное по духу. И у них нет чувства брезгливости или чего, они готовы на самую тяжелую работу, даже работу палача. С мячом же. Да, да, да. Это вот тут нужно понимать, потому что мы люди – это главное дух. Ведь главное – спасти свою душу. Значит, это что такое? Душа – это некая пища. Куда она попадает? Либо в плоть Божью, либо вне Божию. К падшим ангелам, к бездушным существам. Вот тут какая история. Получается у вас вместе с супругой молиться? Нет, нет. Это в семье у вас происходит? Нет, это настолько индивидуально. Это лично. Тут вот не бывает такого. Я не знаю, я, может быть, сорок севастейских мучеников, когда вот такая молитва идет, или как писали в ГУЛАГе, как бывает. Но я просто не попадал в такую ситуацию. Ну, наверное, она есть такая вот такая. Прямо живая, когда ты видишь коллективная. Ну, вообще, я пока вот так. Буквально сегодня и с вечера, и ночью, и с утра я думал о происходящем. Мне очень нравятся речи Владимира Владимировича, и вот последнее, что он говорит, и как он выстраивает. Мне понравилось, он сказал, говорит, что вообще проект Украина, он антинациональный, они, олигархи, все оттуда вывозят, и идеология антирусская. А вот теперь я вот так бы обратился к Владимиру Владимировичу, полностью поддерживаю, вы правильно говорите. А теперь давайте поменяем слово Украина и скажем, да, Украину только накачивали оружием, и все. А давайте уберем это слово Украина и скажем Россия. А? Накачивали, нам не давали ничего другого, только накачивали оружием. Если там Запад привозил, мы здесь все работали только на оружие в последнее время. А у нас антирусская идеология, это реально, да? И все наши олигархи отсюда все выкачивают. То есть зеркало, и нас схлопнули здесь. И кроме этого, Русь святая, это один народ. Киевская Русь, Московская Русь, там Новгородская, все. И вот оно, что произошло. Мы говорим про элиты, в кавычках, а никакие это не элиты. Элиты, это когда мысль и человек, который работает ради этого народа. А когда во главе совершенно стоит и манипулирует, и мимикрирует другой народ, и говорит, мы вот здесь россияне. Да нет, я не россиянин, я русский. Русский это не национальность, я переживаю за этот народ. И вот когда это началось, это схлопнулось, и все побежали. Нам стыдно быть русским. Так вы и не русские, чего вам стыдиться-то? И вот это волокиты, когда мы приглашаем экспертов на первый канал другой национальности, с другой идеологией, и они нам рассказывают, что там, блин, то Саймс, то Кедми. Но это же провокаторы. Это же видно, когда ты понимаешь, что это происходящее. И, как правило, у наших телевизорщиков, у них двойное гражданство, как правило, им стыдно быть русским, или они пока еще мимикрируют. Здесь все же понятно, зачем лукавить. Под какую цифру мы уходили? Под американскую. Нет у нас своей цифры. Только Китай и американская. Вот это лукавое время, оно должно уйти, но оно и проходит. Я не боюсь говорить, потому что я полностью поддерживаю Владимира Владимировича. Вот что он говорит, по крайней мере. Но мы должны видеть результаты. Нам ведь нужны победы, чтобы... Победы они окрыляют. Нам нужно как на фронте внешнем, так и внутреннем. Покажите, как поверженного врага. Они же открытые враги. Ну покажите, мы-то объединився. Да мы... Русский народ всегда терпел. Мы никогда лучше не жили, как во времена Владимира Владимировича. Это правда, вот ту дистанцию. Внешняя политика офигенная. Ну давайте и внутреннюю. Все, мы согласны, наш народ открыт. Русские, все, вперед. Русские это не национальный, чтобы никто не боялся. Мы согласны. У меня там четверть турецкой крови, я русский. Там вообще все. У меня никаких проблем нет. И с татарами обнимаюсь, и Гафт, мой лучший друг был, который ночами взахлеб мы читали с Валентином друг другу стихи. Владимир Владимирович тоже же об этом сказал. Помните, что я Бурдвиль, я татаря... Это абсолютно, абсолютно точно. Этого бояться абсолютно не надо. Я с чеченцем обнимаюсь. Есть у меня Таня. То есть, я не вижу врагов. Для меня враги только Господа Бога. Это вот мои враги. Русские это тот, кто любит эту территорию, любит эту культуру, любит этот народ и делает здесь, работает. Я говорю, для меня это совершенно ясно как день. Русские это дух непобедимый. Русские это дух непобедимый.